Айша рассказывала, что ни в одном месяце пророк не постился больше, чем в Шаабане, и бывало так, что он постился в течение всего Шаабана, за исключением малой его части. Аль-Бухари, 1970, Муслим, 1156. Сообщается, что Усама ибн Зайд просил пророка, саллиллаху алейхуассалям, «О посланник Аллаха, я не видел, чтобы ты когда-нибудь постился так, как постился в месяц Шаабан». Он ответил, «Люди забывают об этом месяце в промежутке между Раджабом и Рамаданом. В этом месяце деяния возносят Господу миров, и мне хочется, чтобы мои деяния были вознесены, когда я соблюдаю пост. Аль-Насаи достоверно». Однако лучше поститься первую половину месяца, на что указывает Сунна. Вот Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхуассалям, сказал, «Когда пройдет середина месяц в Шаабан, то не поститесь». Абу Дауд, 2337, достоверно. Но если человек постится регулярно, как, например, по понедельникам и четвергам, или три дня каждый месяц, то соблюдать пост и после середины Шаабана не порицается. Пророк, саллиллаху алейхуассалям, сказал, «Пусть никто из вас не начинает поститься за день или за два дня до начала Рамадана, если только человек не соблюдает регулярный пост. В таком случае пусть он постится в этот день». Аль-Бухари, 1914, Муслим, 1082 «Исследуя примеру пророка, не следует поститься весь месяц в Шаабан». Аиша рассказывала, «Я никогда не видела, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постился в течение всего месяца, если не считать Рамадана». Аль-Бухари, Муслим «О, Аллах, дай нам возможность дожить до Рамадана и заслужить Твою великую награду и прощение в этот великий месяц». Статья взята из группы «Исламские книги». «Исламские книги».